Российские военные в любых условиях готовы выполнять самые сложные задачи. На этой неделе, благодаря их усилиям, в Крым пошла вода. Пока в списке счастливцев Симферополь. Столица региона теперь будет бесперебойно получать живительную влагу из водохранилища, расположенного в нескольких десятках километров от города. С помощью труб были соединены два водохранилища, и теперь вода буквально перекачивается из одной части полуострова в другую. Проблемы с водой в Крыму возникли после 2014 года, когда начались украинские диверсии. Киев перекрыл Северокрымский канал, по которому вода шла в регион из Днепра. Украинские СМИ даже начали предрекать войну России с Украиной за воду. Но Минобороны решила проблему мирным способом. Виктория Косогляденко с места событий. Он держит пруд с кувшинками у себя на участке и не считает, что это роскошь. А еще выращивает ягоды, цветы и овощи. И не жалеет воду для их полива. Вот колодец держит уровень. Если я сегодня кольцо воды выкачу, на утро опять так все же самое будет стоять. Наполняется хорошо, да? Да, вот за ночь наполняется. Эти 15 труб как страховка от засухи для садовода-любителя Олега и тысяч симферопольских фермеров. Эта водная магистраль теперь бесперебойно снабжает центр Крыма водой. А ведь еще месяц назад регион чуть было не остался совсем без пресных запасов. Перебоев не было, но тем не менее ситуация была на подходе. У нас каждый раз благодаря небольшим осадкам у нас оставался 100-дневный запас воды. И мы так держимся уже весь год практически. Но вот сегодня благодаря этой ситуации, я думаю, что мы значительно улучшим наше положение. Справиться помогло Министерство обороны. В регион незамедлительно направили бригады специальных инженерных войск. А можно вот как-то, ну я не знаю, потрогать и определить, сейчас здесь есть вода, наполнена ли труба? Ну вот она даже... Вибрирует? Конечно, и она холодная. То есть вода по ней движется. Александр 12 лет в трубопроводном батальоне. Прокладывал трубы к очагам лесных пожаров для тушения огня. Тянул трубопровод для подачи горючего к стратегическим военным объектам. Последние пять лет в Крыму строят пылевые водопроводы в отдаленных горных поселках. Настолько масштабная операция, как сейчас, на полуострове не проводилась со времен Афганистана. Тогда это был показательный опыт российских военных. В короткие сроки они протянули в сложной горной местности. Топленный трубопровод общей протяженностью почти тысячу километров. Второй войск, который занимается обеспечением вооруженных сил горючо-смазочными материалами. А каждый батальон в состоянии только 150 километров ложить эту трубу, чтобы обеспечить аэродромы, корабли и так далее горючим. Но понадобилось уберечь водой, а они водой обеспечивают. В надежности этих труп Александр убедился за годы службы. Они ржавеют, не трескаются, не деформируются. Такие, что даже танк их не возьмет. Манжет раструб, если зацепить за два КАМАЗа, да хоть за танк зацепи, то есть без специальной втулки растыковочной ты ее не растыкуешь никак, не разорвешь ее никак. Так крепко? Крепко, да. Вот эти как раз используются по прямому назначению. 15 линий по 60 километров каждая. Такое количество нужно, чтобы одновременно перекачивать большие объемы воды. Из тайганского водохранилища самого полноводного на полуострове в обмелевшее Симферопольское. По кратчайшему пути через лес, горы и овраги. Для таких спецопераций в армии есть особое подразделение. Инженерные войска способны в сутки укладывать по 10 километров трубопроводных линий. Если работать такими темпами, то меньше чем за месяц можно протянуть водную магистраль через весь полуостров от Керчи до Евпатории. Ну если бы была в этом необходимость. А если привлечь еще и специализированную технику батальона, то сроки сократятся вдвое. Вид сверху на Симферопольское водохранилище. Эти кадры мы снимали в середине лета. На них главный резервуар крымской столицы почти высох. А все, что вокруг, больше напоминает пустыню. В потрескавшейся без воды земля, сильно обмелевшая чаша, уровень воды на критической отметке. Говоря, я бы врагу не пожалел хлеба, соли и воды, как раньше в старину. На ситуацию с водой повлияли засушливое лето, бесснежная зима, а еще сильно неравнодушные соседи. Водная блокада, которую устроили Крыму в незалежность сразу после референдума, тянется уже 6 лет. Это главная водная артерия полуострова с севера Крымский канал. Он начинается в Херсонской области Украины и доходит до Керчи. После воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла региону доступ к воде. С тех пор русло канала обмелело и теперь по нему можно вот так прогуляться. А это уже территория Украины, Херсонская область. И тот самый барьер, который все эти годы не пропускает на полуостров воду из Днепра. Эту дамбу соорудили на перешейке. У политиков, желающих пропиариться, стало модным собирать здесь демонстрации. Под громкие и совсем не соседские лозунги. Очень хочется, чтобы нашему сопротивнику Российской Федерации, где стоят оккупационные войска, давали воду, чтобы их жизнь стало лучше. И эту акцию «Ни капли воды Крым» я также поддерживаю, потому что считаю, что оккупанты не имеют права. И мы не можем позволить настоящим украинцам дать им воду. Впрочем, сейчас проблем больше как раз там, куда течет эта вода. Мимо дамбы, в обход основного русла Северокрымского канала она сбрасывается по обе стороны заслонки. Топит целые поселки, заливает урожай, опресняет морскую зону, по сути превращая ее в полота. Излишки воды они сливают непосредственно в Черное море. А это фауна страдает, а это мотыль появляется, а это комар появляется, а это заболотность появляется. То есть нарушение идет целой экосистемы. Они не понимают, что они не только себе приносят вред, но они еще таким методом уничтожают редкие виды непосредственно птиц. Редкие виды рыб уничтожают, потому что идет опреснение. И это страшно сегодня, да. Фактически пресная вода, потому что пресная вода и соленая, она отталкивается туда. И фактически у нас проблема с рыбами, вот с этой фауной. Плюс вымирают редкие растения, которые в Лимане находятся, в Черном море находятся. Ну и самое страшное, это когда у нас присутствует сегодня жара. Это скадост, железный порт, та часть, там где Черное море, у нас-то гниет вода. Цветет вода. То есть запах такой, что просто невозможно не купаться ничего. Мы сейчас ближе к осени все это цветение увидим. Поэтому они сами себя наказали. Но признать свое бедственное положение на Украине не спешат. Зато изображают снисходительность. Так украинский премьер Шмигаль заявил, что в случае гуманитарной катастрофы готов спасти Крым от засухи. Когда российские военнослужащие помогли крымчанам прорвать водную блокаду и стали снабжаться, города из-за резервных источников во вход Северокрымского канала, на Украине заговорили о готовящейся войне. Мол, Москва только выжидает и делает отвлекающие маневры. А на самом деле вовсю планируют вооруженные нападения с крымского полуострова, чтобы силой захватить дамбу. По крайней мере, в этом убежден командующий военно-морскими силами Украины. Быть может, в силу своей неопытности. Он на посту всего пару месяцев. А может, военачальник украинских СМИ начитался. Там крымская повестка активно обсуждается. Ведь это куда интереснее, чем решать собственные проблемы, как те, что на Херсонщине. Тот самый случай, когда свое дело труба, но трубы соседа волнуют больше. Когда станция работает на полную мощность, она подает до 50 тысяч кубометров в сутки. В таком режиме сегодня заполняется Симферопольское водохранилище. Если продолжать такими же темпами, то к ноябрю уровень поднимется до привычной отметки. Но уже сейчас жителям Центрального Крыма они страшны перебои и отключения. Полевой водопровод, к слову, самый длинный в регионе, способен заменить городской магистральный настолько, насколько это потребуется. А протянуть его в рекордно короткие сроки по силам только армейским специалистам. Виктория Ксагляненко, Анастасия Коваленко, Марина Боченко, Тарас Юрченко и Игорь Коровкин. Программа «Главная» Республика Крым.